так вот если у вас в месяц 2-4 конфликта ну пусть будет так это много это говорит о том что вы что-то делаете в своей жизни неправильно и вот мы сегодня об этом как раз будем говорить что вы можете делать неправильно вот это самая первая тема опять же очень важный нюанс конфликты это когда с вами создает конфликт не вы создаете конфликта такой весь агрессивный такой всех ставите на место это не считается мы говорим только конфликтах где вы вы просто идете или там проводите время и на вас наезжают стебут высмеивают жестко неприятно в компаниях или где-то еще вот есть вот это есть это сто процентов говорит о том что вы что-то делать неправильно вот давайте разбираться вот самая первая причина до чтобы делать что-то неправильно это то что вы ваше тело сигнализирует людям посмотрите вообще в социуме у нас есть три вида людей три ну вот есть вот так вообще в общем взять да который как как относится к нам люди которым на нас все равно они даже нас не думают они нас даже не замечают второе вторая категория людей это люди которым мы можем нравиться и третья категория это людям которые мы не нравится так вот в третьей категории есть еще под категория это люди токсичные они могут быть кстати и в нейтральной да то есть им все равно на вас они могут быть ну во втором пункте точно нет и также они могут быть в третьем то есть это люди они токсичны агрессивны токсично агрессивны так вот если вы определенным образом ваше тело ведет себя в пространстве когда вы находитесь пространстве том числе тон голоса ваша мимика лица вот это все имеет значение так вот если вы ведетесь ваше тело как-то ведется ведет себя да вот как-то неправильно неправильно с точки зрения людей которые могут постоять за себя да можно так сказать так вот вот эти токсики токсичное вот это окружение агрессивно настроенное окружение первое кого атакуют кусают человека который максимально сигнализирует что он слаб повторюсь человек максимально сигнализирует своим телом поведением тоном голоса взглядом он сигнализирует что он слабый если это есть автоматически люди из третьей категории которым вы не нравитесь под категория токсично агрессивны первую очередь атакуют именно таких им даже вообще все равно за что таковать это как гопники знаете в школе может быть кто-то был в 90-х может быть начало двухтысячных были гопники может быть сейчас они тоже есть в каких-то районах не очень успешных вот есть гопники они чуют жертву есть еще так собаки знаете собак вот собаки тоже они чуют человека который боится то же самое вот вот эти токсично агрессивные настроен люди они таких чувствуют они чувствуют они видят этих людей и у них появляется очень сильное жгучее желание дать буквально смысла под зад в такому человеку но под зад это конечно утрирую но они жестко атакуют могут жестко атаковать атаковать подразумевает все что угодно стёб агрессия маты да что угодно крик что угодно еще раз повторюсь такие люди токсично агрессивные есть всегда везде но это токсично агрессивные они выбирают определенных жертв которые это сигнализируют вот эти токсично агрессивные не всех атакует не всех это очень важно вот это нужно учесть потому что думая что если ты токсичный да вот если люди думают что он токсичный то значит он так у всех не 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 он боится определенную определенное количество людей и он не будет рисковать и он атакует именно тех кого может атаковать понимать что это безопасно для него давайте на моем примере у меня было достаточно много примеров по этой теме когда мое тело сигнализировал определенные определенный сигнал да сигнализировал сигнал показывала демонстрировал определенные сигналы слабости и допустим я подходил на улице сделал к девушкам знакомиться девушкой и есть девушки обычные и девушки кто он ты можешь нравиться которым ты не нравишься есть девушки токсично агрессивная это сто процентов это всегда есть девушки бывают разные и я подходил девушкам и меня было например могла девушка себе какая-то из 10 15 20 подходов начать на меня орать громко матом в общественном месте то есть и она могла просто орать на меня говорит что я маньяк что я озабочены и и так далее это говорит о том что девушка видит в обне слабость потому что та же самая девушка она не агрессирует другому мужчине парню который к ней подойдет очень большая вероятность что этого не произойдет и когда я говорил уже людям которые в питере москве пикоперы которые подходили тоже девчонкам и с ними общался и вот я им рассказывал что вот у меня такое бывает периодично они удивлялись и говорили ты смысле девушки никогда на тебя они повышают голос смысле все нормально почему они должны тебя повышать они не матерятся максимум они могут тебя просто проигнорировать и все то есть они удивлялись мне что была такая агрессия на меня удивлялись что такие девушки есть они говорили где ты их находишь это удивительно потому что я там подхожу уже тысячу раз к разным девушкам и меня еще ни одна девушка не послала ни одна я тогда задумался уже об этом задумался что что-то не так делаю видимо я потому что мне почему-то девушки могут позволить себе меня крыть матом да там орать агрессивно со мной разговаривать и тому подобное далее следующая еще ситуация это было в питере я переехал в питер и снял комнату в большой квартире и там еще было получается три комнаты отдельно вот такая вот в питере это нормальное явление и вот там была семья семья папа мама и ребенок дочка насколько помню так вот они видно что это но они как ведут себя как как животное вот тоже все на инстинктах я не говорю что они плохие я что когда я говорю животное это не значит что они плохие я просто говорю что это люди которые на инстинктах там поесть посмотреть фильм работа и на этом все заканчивается вот они сразу же почувствовали как и в питере как раз это сигнализировал свое время они сразу почувствовали что я слаб оба эти вот эти эти люди и стали постепенно на меня давить сначала по чуть-чуть давили на меня и потом пришла уже прямая агрессия Сначала они проверяли, насколько я буду защищать себя. Я себя не защищал. И эти люди за месяц перешли в наступление. Жесткое наступление. Опять же, я был выше этого мужика, выше этой женщины. Я более-менее физически был сложен и так далее. Но при этом они меня не боялись вообще. И могли себе позволить очень жестко со мной разговаривать. Без матов, но все было очень жестко. При этом эта же самая пара, там девушка рядом с ними жила, спокойно с ними общалась. Никакого наезда, никакой агрессии, ничего не было вообще. Показательный пример. В Питере были еще конфликты. И в какой-то момент я стал задумываться. Конфликты по работе были, я продавцом работал. Плюс я переехал в другую квартиру, там тоже были конфликты. То есть в первую очередь атаковали меня, агрессивничали именно со мной. И в какой-то момент я понял, что что-то происходит неправильно. Что-то именно делаю я не так. Потом я приехал в свой город, у меня конфликты продолжились, ничего не изменилось. И в какой-то момент я уже понял, что надо что-то делать. Потому что конфликты продолжаются. Люди просто на меня агрессируют, просто атакуют. По любой теме, просто подвигают меня постоянно. Тут какие-то границы подвинулись здесь. Если я говорю нет, им наплевать, что я говорю нет. Они продолжают на меня давить, высмеивать, стебать. Мой самый лучший друг стебал меня постоянно, высмеивал, пока я не прекратил с ним общение. Но я понял, что все это не имеет значения. Можно прекратить общение со всеми этими людьми. Можно прекратить общение со всеми этими людьми, но все равно другие люди появятся и все будет то же самое. Ничего не изменится. Окей. И что же в итоге произошло? Потому что этот вопрос решился достаточно... Ну вот именно когда люди со стороны перестали меня атаковать, произошло всего лишь одно простое событие. Я уже в самом начале про него говорил. До меня доперло. Я просто понаблюдал за людьми, у которых конфликтов почти нет. И девушки у меня были, у которых не было конфликтов. И друзья, у которых не было конфликтов. И были друзья, у которых были конфликты. Я стал думать, что они делают или не делают. И я знаю, что это не в разговорной речи проблема. Это не именно, что он говорит человек. И я понял, что именно как человек двигается, как человек сидит, как человек ходит, как лежит. Ну тоже если взаимодействие с людьми лежа идет. То есть человек постоянно в социуме показывает, сигналит постоянно каждый день, когда он находится в социуме, он сигналит своим телом либо жертву, либо нейтрально, либо сильного. Каждый божий день, когда вы идете в социум, вы это сигнализируете. Всегда, неважно где вы находитесь, постоянно ваше тело это сигналит. Соответственно, если тело сигналит, что вы жертва, вы найдете себе атакующего. Если вы нейтральный, ну скорее всего большая вероятность, что вас просто не замечают. Если вы показываете себя харизматичным, сильным, то, кстати, вас тоже могут атаковать. Проверить вас на силу, такое тоже возможно. Поэтому я считаю, что нужно быть где-то посередине между нейтральным, немножко проявление силы. Демонстрация, что так просто человек от тебя не отделается, если он атакует. То есть если что, вы пойдете до конца. Проявление силы не всегда хорошо, надо вот посередине. Нужно уметь правильно сигнализировать. Поэтому самое главное, опять же повторюсь, это ваши сигналы тела, которые работают как часы, постоянно, постоянно. Это легко, опять же, проверить в тренажерном зале или, опять же, где ходят разные люди, разный контингент. Это может быть люди молодые, это может быть средний возраст, это может быть старше. Посмотрите, это всегда видно. Особенно это видно, как это палится, очень жестко палятся именно молодые. Ну, в среднем возрасте уже некоторые уже не так себя ведут. В старшем возрасте вообще такие уже бывают, прям пофигисты. В тренажерном далее, я говорю, как это происходит. Но вот когда приходят туда до 20, до 25 максимум лет, неважно, девушка либо парень, это видно прям, сразу видно, кто жертва. Это позиция, да, там зажатость рук. Вот это когда рука одна поддерживает другую, или рука одна сзади другой тоже там себя поддерживает. Опущенный взгляд постоянно, глаза опускает вниз. Он постоянно сигналит телом. И девушки делают то же самое. И вот эти сигналы, они никуда не деваются. Они всегда вот в социуме есть. Поэтому если вы на работе постоянно одно и то же сигнализируете, в отношениях если это сигнализируете, и есть большая вероятность, что это потом будет уже реализовываться. Реализовываться в виде пинка под зад, да. То есть люди, которым она вас все равно, они начнут просто вас продавливать. А люди, которые, третья категория, которым вы не нравитесь, они будут озвучивать, что вы не нравитесь, а их категория токсичных будут вас атаковать. Все очень просто. Еще раз. Токсичные будут атаковать, которым вы не нравитесь, будут вслух говорить, что ты мне не нравишься. И нейтральные будут продавливать ваши границы. Ну понятно, что продавливать границы будут все.